В преддверии Великого Праздника Дня Победы Это самый священный, самый дорогой, поистине завоеванный крою и потом праздник. И я хочу от всех жителей Северского района поздравить вас этим днем. Пожелать вам здоровья крепкого, пожелать благополучия, пожелать уверенности в том, что то, что завоевано вами сегодня, находится в надежных руках. Песня. 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 В Днем Победы желаю успехов, счастья, радости, и чтобы не забывало ни мертвых, ни живых всегда были на чеку и контролировало малое поколение, чтобы они знали. Нельзя так. Их никто не знает. Надо, чтобы все знали. От малого до великого. Ибо это заслуга всех. Мы показали всему миру отвагу и бодрости. Действительно, героицы. Глава района выразил ветеранам чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией, за труд военной и послевоенные годы. Ивану Никифоровичу Шумейко, Анастасии Петровне Лепа, Валентине Петровне Толкочу, Александру Кузьмичу Гусенкову. Фронтовики принимали цветы и подарки и желали жителям никогда не испытать такого страшного горя. Дорогие наши северчане, можно сказать, да, я как участник войны очень тяжелой и тяжелый путь прошла. Так что я вам желаю всего хорошего. Живите, мирного небушка над головой, чтобы все было тихо. И чтобы ваши дети не видели того, что мы видели и наши дети. Товарищ полковник, добрый день. Добрый день. Сидите, сидите, сидите. С праздником вас. Спасибо. С праздником. Давно мы с вами не встречались. Да. 73-я годовщина Великой Победы. Вашей Победы. Поэтому от всех жителей нашего района низкий поклон. Спасибо вам за победу, за мирное небо и нашу счастливую жизнь сегодняшнюю. Выпускной вечер июня 1941 года для 17-летнего Саши Гусенкова закончился жестокой реальностью. Началась Великая Отечественная война. В Сибирь, где родился и жил тогда будущий полковник, было эвакуировано Днепропетровское артиллерийское училище. Парень понял его путь стать военным. Я поздравляю всех жителей района с такой замечательной победой нашего народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Спасибо вам, дорогие жители. День Победы – это особенный праздник для нашего государства. Праздник со слезами на глазах мы отдаем дань памяти тем, кто сражался за мир. 1 мая в нашей стране отметили День весны и труда. Праздник, объединяющий всех, кто трудится на благо родной страны. В СССР 1 мая лицетворяла борьбу за социалистическое устройство общества. Праздник давно утратил изначальный политический характер, но сохранил атмосферу радости и сплоченности людей работающих. На Кубанской земле приход весны – это не только торжество природы, но и праздник человека труда, земледельца и хлебороба. Являясь надежным фундаментом для успешного развития государства, основой новых достижений и побед труд объединяет людей, любящих родную землю. Уважаемые земляки, в этот праздничный день примите искреннюю благодарность за ваши трудовые достижения и свершения. Пусть цветущий 1 мая с теплым весенним дыханием принесет счастье, радость и новые успехи. С праздником мира и труда! Ура, товарищи! По традиции главная часть праздника – Первомайская демонстрация. Ярко украшенные колонны трудовых коллективов прошагали по главной улице районного центра. Шары, флаги, транспаранты, счастливые улыбки детей и взрослых стали главным украшением мероприятия. Продолжилось празднование в парке культуры и отдыха имени Пушкина, где развернулось народное гуляние с мастер-классами, конкурсами и аттракционами. По доброй старой традиции все коллективы трудящихся, люди вышли на праздничные площади в парке, чтобы отметить день, праздник весны, мира и труда. С праздником вас! Удачи и счастья! В летнем кинотеатре гостей праздника ожидал концерт в исполнении детских творческих коллективов. Первое мае – это праздник, отмеченный особым чувством солидарности всех тех, кто своим трудом создает будущее. Мир, труд, май. По всей России прошел день солидарности трудящихся. Практически во всех поселениях нашего района эту знаменательную дату отметили парадами и народными гуляниями. Не стал исключением и поселок Афибский. Глава Афибского поселения Юрий Коваленко поздравил гостей и жителей поселка с днем весны и труда. Поздравляю трудовые коллективы, профсоюзные и общественные организации, всех тружеников нашего поселения. Хочу сказать спасибо вам за самоотверженный труд, за любовь к малой родине, своему району, родному Краснодарскому краю. Благодаря вашей работе обеспечен рост основных социально-экономических показателей. В этот праздничный день особая благодарность ветеранам труда, тем, кто сегодня является для молодого поколения примером беззавидного служения Родине. Праздничное шествие сопровождалось торжественной музыкой. Детские творческие коллективы, образовательные организации, представители трудовых коллективов. Стройные колонны несли транспаранты и флаги. Вся улица пестрила яркими весенними красками, а проезжая часть на время превратилась в импровизированную танцплощадку. После окончания парада празднование продолжилось, как и полагается, народными гуляниями и концертной программой. Яркие краски, атмосфера действительно всенародного праздника и улыбки детей – вот главные атрибуты Первомая. День, когда вся страна чествует трудовые достижения прошлого и с надеждой смотрит в будущее, для старших поколений является символом величия человека. Дети, в отличие от взрослых, воспринимают праздник несколько по-другому. Это просто праздник цветов, праздник веселья, праздник мира, праздник песен. Первое мая можно смело считать своеобразной точкой отсчета. Ведь все холода остались где-то далеко, а впереди ждет летний сезон отпусков. Солнечная пора новых впечатлений, свершений и побед. Казак лишь с верою казак. Под таким названием в Северском клубе загородного отдыха прошел фестиваль, посвященный 27-й годовщине реабилитации казачества. Более четверти века назад восстановилась историческая справедливость. Казачество реабилитировали, а преследования в отношении казаков на протяжении советского периода нашей страны признали ошибочными. В мероприятии приняли участие казаки Северского района, воспитанники классов казачьей направленности, священнослужители, представители районной администрации. До начала праздничного действия возле храма святителя Спиридона Тремифунского установили столы для угощения гостей праздника, организовали конные прогулки и различные мастер-классы. Фестиваль начался с молитвы. В храме Спиридона Тремифунского провели молебен в память о жертвах преследований и репрессии. Сегодня современные казаки – это энергичное и деятельное сообщество, оберегающее не только Краснодарский край, но и всю страну, являясь верной силой, на которую можно положиться в трудный момент. В настоящее время, в эпоху глобальных перемен, появляется все больше желающих расшатать наши устои, разрушить народные обычаи и ценности. Тот фундамент, на котором строится надежное, настоящее и уверенное будущее. Поэтому так важно помнить историю своей малой родины, уважать труд отцов и дедов, твердо отстаивая интересы государства. История репрессий в отношении казаков – это история религиозных преследований, ведь казачество неотделимо от православия. Почти на целый век крестьянская вера, как и другие религии, подверглась жесткому гонению. С восстановлением исторической памяти открылась новая страница в духовной жизни страны. Мы уже второй год подряд, по традиции, собираемся в церковной ограде. И это очень важно – увидеть это единство. Ведь что нас объединяет в наше неспокойное время? Объединяет наша вера, объединяет патриотизм, объединяет та любовь, в которой мы все вместе призваны служить друг другу, нашим близким, нашим семьям, нашему государству, нашему Отечеству. Фестиваль проходит второй год, но уже имеет свою добрую традицию – награждать отличившихся казаков. Им вручили грамоты и благодарности атамана Кубанского казачьего войска. Продолжился фестиваль праздничным парадом. Под торжественный марш члены казачьих обществ Северского района прошагали стройными рядами. Участвовали в шествии и казачата, которым есть на кого равняться. Продолжился фестиваль яркой концертной программы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Несмотря на то, что фестиваль еще очень молод, он объединяет многие поколения казаков и является напоминанием о том, что казачество – это неотделимая часть культуры нашей страны. ПЕСНЯ Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего народа СССР и поставила под угрозу само его существование. Немецкая агрессия и стремительное продвижение нацистских войск вглубь страны потребовали мобилизации всех ресурсов, в том числе и финансовых. Буквально в течение нескольких месяцев после нападения на СССР множество промышленных районов, сельскохозяйственных земель и трудовых ресурсов оказались в руках гитлеровских оккупантов. Пока солдаты и офицеры, вгрызаясь в каждую пять земли, били врага на фронте, хрупкие женщины и совсем юные школьники из последних сил трудились на заводах и в полях, чтобы их отцам, братьям и сыновьям хватало патронов и хлеба в окопах. Трудовой подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны переоценить невозможно. Люди из последних сил, порой сами находясь в бедственном положении, отдавали все свои средства, только для того, чтобы помочь армии. Все, кто оставался в тылу в те годы, понимали, что каждый час смены у станка или каждый метр возделанной земли приближает победу. Так или иначе, каждый вносил свой вклад в общее дело. Под девизом «Поможем Красной Армии трудом и рублем» в Краснодаре проходила реализация четвертого государственного военного займа. Только за одни сутки горожане посредством покупки ценных бумаг собрали более 24 миллионов рублей. Кроме того, за период с февраля 1943 по июнь 1945 года в фонд Красной Армии от жителей Краснодара поступило 10 миллионов рублей. Колоссальная финансовая поддержка населения и поистине героические подвиги тружеников тыла стали тяжелыми, изнуряющими, но такими важными и необходимыми шагами на пути к победе. В детском саду номер 42 сотрудники госавтоинспекции провели с детьми увлекательное мероприятие по изучению правил дорожного движения. Малыши очень рады видеть представителей полиции у себя в гостях. В ходе мероприятия дети читали стихи, отгадывали загадки о транспортных средствах, светофоре и дорожных знаках. Подобные мероприятия в учреждениях образования представители ГИБДД проводят систематически. Они способствуют сознательному формированию детей правил поведения в дорожной обстановке и помогают предостеречь от опасной ситуации на дорогах. Водитель, запусти пешехода! Торжественное открытие первенства Северского района по вольной борьбе состоялось в спортивном комплексе школы номер 44. Соревнования проходят ежегодно уже на протяжении 18 лет. В этом году они посвящены 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и памяти героя Советского Союза Семена Соболя. На соревнования съехались более 200 участников, мальчишек возрасте от 9 до 16 лет, из городов и районов Краснодарского края, Республик Адыгея, Дагестана и Крыма. Спортсменов и болельщиков приветствовал глава Северского района Адам Джарим. Я желаю всем участникам здоровья, счастья, уверенности, учитесь хорошо, побеждайте всегда и в спорте, и в учебе. Самое главное, любите нашу страну, нашу Кубань, свои малые республики, чтобы могли вам гордиться ваши пределы и ваши родители. Среди почетных гостей на соревнованиях депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко и ветеран Вооруженных сил Михаил Казаков. Они пожелали участникам новых побед и высоких спортивных достижений. Спортсменов ожидают два соревновательных дня. Юным борцам предстоит показать свое мастерство, проверить силу, бойцовский характер и, самое главное, волю к победе. По итогам турнира победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами. Юные казаки покорили Олимп. На Северском стадионе прошли первые соревнования на переходящий кубок атамана района. В состязаниях приняли участие 10 команд. В их состав вошли учащиеся классы в казачьей направленности и члены хуторских казачьих обществ Северского района. Мероприятие началось с молитвы, после чего ребята продемонстрировали строевую выправку. Все это проводится для того, чтобы популяризировать казачьи движения и для того, чтобы привлечь детей к нашему движению, для того, чтобы проявить у них интерес к казачеству, к нашим традициям, к культуре, к истории, утащить их от телевизоров, от компьютеров и дать им более здоровое формирование, более здоровое воспитание и развитие. Спортсмены проявили силу и ловкость в боях на мешках, казачьей версте, метании ножа, стрельбе из пневматической винтовки, разборки, сборки автомата и отжимании. По результатам состязаний первое место завоевала 45-я школа, второе – техникум знания, третье место досталось Азовскому лицею. Как отмечают организаторы, соревнования станут доброй традицией и помогут популяризации казачьих видов спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова